В весеннем семестре 2023 года я приняла участие в работе проекта Asun Science Shop. Это был первый раз для меня. И, в общем-то, я привлекла для участия наших студентов программы медиакоммуникация. В частности, это была Садовская Алина, Ульяна Чикун, еще несколько студентов, которые работали над своими курсовыми работами, проектами совместно со мной под моим научным руководством. Плюс при поддержке литовской организации Лянгва Планксна. Это организация, которая занимается устройствами пищевого поведения. Казалось бы, мы представители программы медиакоммуникации, тема расстройства пищевого поведения. Но в то же время я обратила внимание на то, что многим студентам эта тема интересна. И, в частности, связь проблематики расстройства пищевого поведения с тем, какое влияние на это оказывают социальные сети, социальные медиа. Мы решили посмотреть на эту тему с этой стороны. И организация Лянгва Планксна. Это было тоже интересно. И, соответственно, при поддержке этой организации, под моим научным руководством, студенты писали свои курсовые работы именно на эти темы. Мне кажется, сотрудничество с этим проектом для студентов важное, интересное. Потому что они могут ощутить некую непосредственную вовлеченность в те проекты, в жизненные проекты, которые важны для гражданских организаций, для гражданского общества. То есть не просто написать курсовую работу, не просто получить за это оценку, но и внести, пускай даже иногда небольшой, но вклад и понять, что эта тема действительно актуальна. И, в общем-то, действительно затрагивает очень большие слои населения. Особенно это затрагивает молодежь, для которой тема расстройства пищевого поведения актуальна. В общем-то, студенты, студентки не случайно берутся за эту тему, потому что либо они сами сталкивались с этой проблемой, либо их близкие, знакомые сталкивались с этой проблемой. Поэтому вот здесь, в принципе, все сошлось. То есть можно сказать, что на начало семестра я еще даже не думала, что мы будем работать с такой темой. Но вот в итоге, на мой взгляд, все очень хорошо сложилось. Вот Science Shop нам помог найти действительно очень интересную гражданскую организацию, интересное сотрудничество удалось организовать, в общем-то, чему я рада. Я думаю, студентам тоже было намного интереснее работать не только со мной, но еще с какой-то действительно конкретной организацией, для которой эта тема важна и, в общем-то, которая занимается такой проблематикой расстройства пищевого поведения. Если студенты захотят развиваться как-то в этой сфере дальше, в общем-то, в сфере связанной с социальными сетями и, может быть, действительно связанной с какими-то гражданскими организациями, я думаю, вот тот опыт, который они приобрели, будет очень ценен. Возможно, в этом году кто-то продолжит работать над этой же темой. Мы еще не говорили об их курсовых работах, но я надеюсь, что кто-то все-таки, попробовав, потому что это были студенты второго курса, попробовав, столкнувшись с этой темой, все-таки кто-то решит двигаться дальше. А потом уже и бакалаврский проект, и я думаю, здесь сотрудничество с Лянгвопланксной или с какими-то другими организациями будет действительно бесценным, потому что у нас сейчас университет переходит на такую систему не просто как бакалаврская работа, а бакалаврские проекты. Поэтому по поводу навыков, которые студенты приобретают, ну, с одной стороны, они, конечно, приобретают навыки академические, а с другой стороны, где-то и дополнительные коммуникативные навыки, потому что надо общаться с конкретными людьми, выполнять конкретные задачи, адаптировать текст где-то под, допустим, под социальные сети академические, потому что Лянгвопланксны, они довольно активны в Фейсбуке, в других социальных сетях, то есть в социальных сети это не только способ для какой-то такой репрезентации и для провоцирования этой темы расстройства пищевого поведения, а где-то даже для борьбы и для поддержания, вот развенчивания вот этой романтизации расстройств пищевого поведения, стереотипов различных, которые связаны с темой расстройства пищевого поведения, поэтому они действительно получили такой практический опыт, в том числе, ближе познакомились с этой организацией, с тем, чем она занимается. Продолжение следует...